Я ехал встречать своего друга, это такой фейспалм, вы сейчас просто ужаснётесь все, что произошло, какие люди у нас в обществе, в Украине. Сегодня дни фейспалмы. Смотри, Артём, все слушаем внимательно. 25 декабря он выезжает, его друг позвонил встретить, он с села выезжает на Деоланос, садится за рулём. В 9 часов у него был завтрак, и он говорит, у меня есть лекарство, я это лекарство употребляю, сердце там после операции. И говорит, настоинка, 50 грамм водочки на чесноку, то есть он употребляет этот чеснок. Сел он раз, а потом выпил, подсупил, и ему звонит кент, сосед его, и говорит, встретите меня, пожалуйста, нажали. Ну, человек простой, доброжелательный, знаете, как украинцы, они в селах, люди простые, без вот этих всех заморочек. Он садится, подсупил, садится в машину, грязный, вышел на этих калошек, как обычно в села ходят. Кто там смотрит за этим своим чистым обувью, тут в городе никто за ней наблюдает. Чистые? У Батильщик всегда. Артём боевец тоже. Ну, смотри. Мужчины, следите за обувью, женщины любят чистую обувь. Наташа, это правда? Это правда. И красивые часы? И чистые трусы. Не вонюте. Ну ладно уж, мы кушаем. И тут дети нас смотрят, как всегда. Да, и вот это он поехал. И что вы думаете, проезжает буквально 200-300 метров, его останавливают гаишники, и он мне рассказывает следующую ситуацию. Ну, от полиции, от ГАИ они ничем не отличаются. Те же самые бездельники. Он, дай ему бумажку, он ему говорит, гаичник, этому дедушке, есть у вас страховка автоцивильная видовидальность? Тот говорит, да, есть, дайте, пожалуйста. Он ему дает эту страховочку, полицейский берет, скручивает в трубочку, Артём, скрует в трубочку, вот такой делает, как стаканчик для семечек, и говорит, дыхни туда. Тот начинает дышать, дыхнул, этот полицейский, я не знаю, как его назвать, если бы не прямой эфир, я бы назвал. Он берет эту, Артём, сейчас будет меганом прикол. Меганом укол. Так, не подсказывай. Он берет этот стаканчик с под семечки, нюхает и говорит, о, вы с чей колбаской закусивали. Боял, да? Он еще, то есть в этом, в этом запахе, не живем. Ротовой порожнин, и он еще различил вкус колбаски. У него там прибор стоит. Да. Сертифицированный. Я засмеялся, я говорю, так а что это такое, новое какое-то средство для того, чтобы узнать, человек пил или не пил. И потом, что самое интересное, этот уже сам добрался, пока они стояли, уже никакого вокзала не надо было. Свидетеля не нашли, остановили одного мужчину, паскуда, водителя. Кто водитель, является водителем, когда вы видите, что вас останавливают на дороге с целью, чтобы вы в качестве свидетеля или понятого засвидетельствовали те или иные факты относительно другого водителя, не поддавайтесь на эти провокации, пошлите на три буквы этого сотрудника инспекции, потому что ваша водительская солидарность должна быть всегда. Что бы ни произошло, что бы ни было на дороге, потому что это неизвестно, чем вам обернется, то же самое могут сделать у вас. Знаете, как прекрасно едешь по дороге, и другие водители предупреждают о том, что там где-то заховались гаишники, их сидят, ждут, то есть моргают фарами. То же самое и здесь, не сливайте. Ну, есть сливные бачки, как всегда в обществе у нас, в том числе и в этом случае так же был. И потом сосед пришел и тоже в качестве свидетеля выступил и сказал, что да, винт пэм у него есть. Ты представляешь? Сосед в доме. Да, есть запашок. Да, он колбаску ел. Моя жинка ему нарезала, чтоб винт закусыл. И все остальное. И на сегодняшний день, 25 января, Золотоножский суд, называю, принял постановление, по которому арестовал деда, не арестовал, а наказал, а штрафовал на 10200 гривен и забрал, лишил его водительских прав на год. Он говорит, ну, мне бы хотя бы, чтоб права остались, я машиной пользуюсь. Он пришел в суд и все просто признал, все рассказал. Я уже не буду рассказывать о том количестве нарушений, которые были со стороны правоохранительных органов допущены. И я просто ему посоветовал, говорю, перерегистрируй автомобиль на сына, отдавай ему все свои техпаспорта на автомобиль, пусть сын пользуется, а вам уже пора, так сказать, принимать грязевые ванны, привыкать к земле. Это шутка, черный юмор, тем не менее. И штраф 10200 они с вас не взыщут, максимум они смогут это сделать, там через пенсию будут отчисления в 20%. В общем, ситуация очень страшная и есть вот по беспределу, есть дела, которые просто берут и отжимают автомобиль средь бела дня. Мне за три дня перезвонило два, три человека, три человека перезвонило. Иван, добрый вечер, да. Денис, одна борода видна. Артемчик, надо как-то поставить тут на твоем телефоне. Денис, подключайтесь, может. Виталий Локотарев спробует и разговляет им обою. Попасть на стену Ксен Санычу 10 времен. Это вот так. Это номер карточки. И как? Виталий Локотарев. Как только хочет, так и танцует. На мове я спілкуюсь выключено в судовых органах, державных установах, инстанциях с казнокрадами их мову. Когда прижмут. А когда не прижимают, то как хочу, так и веселюсь. Что-то написал? Кто? Да, да. Перевернутый. Иван, ничего не перевернуто. Мы новую партию открыли, зарегистрировали. 012. Не, перевернутый. Флаг перевернутый. Все, попасть на стену Ксен Санычу. И номер карточки надо перевернуть. Поэтому, а, и отжимаясь среди бела дня, приехала опергруппа, 5, не знаю, представителей правоохранительных органов. И вот забрали машину. В понедельник будем ехать, машину забирать в Киеве. Планируем быть в Киеве. Сан Саныч не хочет Киеве. Давай, Беха, обычно начнем. Собирать можно на Ели. Ну, давай. А купим Беху и Сан Саныч? Согласен. Как нам? Стрим? Стрим Сан Саныч на Беху. Собираем. Да. И отжали среди бела дня украинская казнокрадская мова. Да, Артем подсказывает. Мова казнокрадов. И те, кто псевдопатриотов, которые прячутся за мову, пытаются показать свою щирость и патриотизм относительно украинского общества, государства и в целом. Государство – это же кучка. Это вот мы и собрались, сели на потоки и сидим занимаемся. Я стал президентом. Артем, ты кем стал? Министром. Вадимчик, премьеру, премьер-министр. Все. Наташа, голова Национального банка. Министр культуры. На поток. Ты будешь? А может, технологии? Вчера Трухана мы сделали министром. Я на двух посадах. И министр украинской мовы. Та литература. Вот. Мастерская. Нет, тут треба Натальи. Она. Наталья, голова Национального банка. Она у нас бухгалтер. Поэтому, хай будет Гонтарева. Гонтарева будет сидеть рядом, подсказывать ей, как надо потоки. Распределять. Куда вымывать бабки? Цыбур, мразь. Что они делают? Михалыч, министр промышленности. На промысле. Нет, он министр ЖКХ. Он любитель этой темы. Смотрите, 10 гривен. И вот тут вот в кадре у Сан Саны тяло на стене было. А что будет? Не надо выбрать. Имя. Имя? Дали 10 гривен. И тут будет написано Алена. И раз, вот так и на стену и повесим. Потом после эфира можно будет снять. И на следующий фирм. Вот такие листочки. Знаешь, как вот типа... Не, вот на доску. На доску. Доску сзади поставим. Доску поставим, да. Артемчик, Вадимчик готов доску. Наташа, мы решили с пацанами. Ну, для GoPro вот так посажем. Для всех остальных пацанов и девчонок вот так. Наташа, мы решили. Ты согласна? Сначала скажи. Ага, что ты боишься? Я не любил кипиш, круг холодовый. Да, да, да. Наташа, я как чиновник. Треба мне спочатку дознатися, подумать, створить комиссию. 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 Выделить бюджет на следующий год. Потужно заседать, заседать, складать протоколы, принять постанову, проголосовать, набрать большинство голосов, через депутатов пораспределять кошти и для этого принимать уже решение. То ты согласна или нет? Я скажу, я за любые кипиш, кроме холодового. Наташа, разница между обществом, улицей и чиновниками в этом и состоит. Пацаны пришли, мы уже все решили. Так, я кто? Президент, Артемчик министр культуры, Вадимчик премьер-министр, Наташа, выбери себе посаду. Называй давай. Что это решение? Не знаю. Я на двух посадах. Однорменно. Министр культуры и министр украинской умовы. Вадимчик, вы не точно. Министр умовы. Нет, он предлагал. Я отхилил. Да? Да, голова нацбанку будешь. Все. Я согласен. Будем пилить. Казнократство это доброе. Конечно, доброе. Корупция это миф Влады. Казнократство это прекрасно. Я думаю. Чего? Все, Вадимчик, спать надо. Котов кормить рыбок, попугайчиков. И тортик не дали. А попугайся с рыбками, да, парчиков. Да. У меня рыбок нет, у меня Китти. У меня рыбок нет, у меня дедац. Так, где моя бумажка? Учебный, попрощусь, я сейчас сделаю пару транзакций. Артемчик, расскажи, пожалуйста, как ты провел Новый год? Потому что это наша первая передача. Новый год уже прошел трезво. Трезво проще? Абсолютно трезво, да. Я расскажу за ОСББ. Давай. И на примере ОСББ, почему то, за что так реально выступают некоторые люди, в том числе и в нашей тусовке, в которой флаг висит. Пятьдесять. Краще аватарку уже на стену висит и за десятку. Аватарку повесить, чтобы она проветела. Только черно-белую, потому что лазерный принтер. Пятьдесят ривен. Имя десять. Имя любимое моё. Аватарку пятьдесят ривен. Вот закраска. Смотри, я вот так погнул, чтобы оно стояло. Сюда так, чтобы стояло, надо гнуть? Ну, получается, да. Да. Вот на практике. Будем гнуть и будем стоять. Физика. Физика никаких. Гадри. Твой листочек не стоит. Мой листочек не стоит. А твой стоит. Прекрасно. Это магия. Наташа, возвращайся. Возвращайся. Все, давай, до завтра. Ты проиграешь? Шесть утра. Но рабочий день начинается. Я буду после тренера. Шесть утра. Правильно. Тренировка на четыре. Так. Давай дальше. ОСББ. Ясно. Виталий не захотел. Но вам, Виталий, мы повесим бесплатно. Мы ваши помним достижения прошлые. Поэтому доску став. Пиши Виталий Примачук. Номер один. Он заслуживает. В сторону стульчик. Давай, готовь доску. Убирай все схемы, потоки. И все остальное. Я уже забыл. А, что там? Громады. За громады. Давай. Постоянно агитируют за громады. Но это не будет работать, потому что... Кто агитирует? А я не знаю. Я уже от них от всех подписывался. А ты эти церковские римные... Ну, те, которые попают на Белоцерковск. Да. Чем там занимается Белоцерковская? Я сейчас не знаю. Я сейчас Монтьян изучил за несколько дней. Молодец. Я люблю, когда люди изучают что-то новое, открывают для себя. И... Значит, Света... Света... Была в банке. Тут же возвращается домой. Попутно, пока идет. Одна женщина подбегает и жалуется. Ой, у нас тариф вырос в два раза. Объясни, Света это кто? Света супруга и бухгалтера. У нашего ОСББ. Да. В доме. Примачук? Виталий. Печатными. Не надо. Вот, они печатны. Примачук. Да, ты сюда. О-о-о! Упал! Я видел там твоя рука была. Не, я не трогаю. Чужие. Да, волосатая рука помешала. Давай, разы. А как надо... Сен-Се-Оля, я турник принес, чтобы... Подожди. Листочек стоял. Все. Надо задом наперед писать. Не падал. Ты возьми на бумажки, а потом эти задние буквы вот так распишешь, Вадим, с той стороны, и оно будет. Понял? Вот тут напиши. Возьми бумажку, напиши. Да, только надо под 90 градусов. А вот смотри. Ой, не под 90. На рахунок в Белоцерковской. Конечно, поговорим, Виталий. Да. У меня есть, я на днях мысль одну сформулировал, я ее озвучу сегодня. Ну, в общем, встречает цвету и говорит ей, а что ж это делается, что ж это делается на стрелке, вырос в два раза, и будет 4 гривни. Ну, и хорошо. А получается, что? Сама эта женщина, когда были сборы, ну, Света помнит, ну, вы же голосовали за руку, поднимали. Она говорит, да, ну, я просто подняла. То есть, получается, знаешь, все поднимают, и я поднял из этой же оперы. Стадный инстинкт, да? Абсолютно стадный. Чистый электорат. Она говорит, ну, а вам приносили же бумаги, вы что там писали? Она говорит, я просто расписалась, и все. И больше ничего не ставила. Ну, и все. Теперь у вас будет новый тариф, 4 гривны. Вот так. Она жалуется, что пенсия 1200 гривен, и плюс субсидии, все равно не хватает. А на ОСББ вот эти оплаты, она же не будет никаким образом. Субсидия? Да. Что, приходит? Что ЖКХ, что ОСБП приходит? Ну, за ваши, вот это то, что, допустим, 50 квадратов, по 4 гривны, 200 гривен. Да, приходит. Да? Да. Ничего себе. Даже то, что вы себе нарисовали там 4 гривны, тоже государство будет отбашливать. А кому? Вам? Ну, государство, там вообще так построено, что они выставили порог, который не ниже. А не выше такого нет. Ты можешь ставить хоть и 100 гривен за квадратный метр, хоть и 200. Ну, тарифа вообще такого понятия для ОСББ не существует. Ну, ладно, это отдельная критика. Короче, за квадратный метр надо платить 4 гривны. То есть она просто расписалась в листочке, а голосование она не написала, да или нет. Да или нет. Писала она или против. То есть, пожалуйста, ставьте, что хотите. Говорит, мне не было, куда читать. Ну, а что ты тогда претензии ставишь даже не председателю, не членам правления, а вообще бухгалтеру? Причем, это не ответственное лицо. Это предъява была? Да, было предъява, представляешь. Ну, в общем, таких людей несколько, они все жалуются, а в нашем доме... Поселился замечательный сосед. Да, сосед. Так, и что он делает, сосед? Он просто написал там как-то на листочке, никому ничего не объяснял, и люди все поставили, да, 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 согласны, вот здесь имя. Да, видно, все нормально. Да, оно будет видно. Так, есть. Цифра 1. Только цифру 1 вот так, где Виталий. Думай наоборот. Тебе Штиф Джобс завещал. Думай наоборот. Или кто? Think different. Это чье? Кто это? Apple, да? Да. Так, Иваш Веденкас. Где находится офис, откуда был этот самый? Дом Беда Славучич, 519 кабинет. Приклюсток Ленина. Офис. СБУшники приходите. Вик кабинет. Да. На последнем этаже практически. Ну, на последнем официальном этаже. Что за, где 10 гривен пала? 10 гривен? Что, режим энергосберегания. А что, не заряжается, что ли, цифра? Конечно, заряды. Так, давай, работай, мальчики, не отвлекаемся. Ты магнитиками. Клац. Клац. Ты не могу рассказать? Клац. Клац. Ты могу рассказать? Дельно. А ты номер карточки? Это номер моей карточки. Другой карточки. А, Вадимчик, свою карточку давай выставляй. Хай порох с СБУ убегает за тобой. С НАБУ. Да, в общем, дальше фокусы. С ОСББ. И почему все-таки эти громады работать не надо? Не закидывают тебя тортом. Да нет, нет. Тут у тебя есть. Так что, напиши порешать. А, это моя, извиняюсь. Давай. А, давай назад. Артем, ты не рассказал историю. Там черновик, а тут наоборот. Сейчас, я попробую. История дальше. История продолжается. На самом интересном месте. Значит, председатель якобы совершал какие-то покупки. И... Инцесс. Инцесс. Ну-ну-ну. И при участии страпона, да? Тихо, дети смотрят. Это музыкальный инструмент. То же самое, что заграти на сопилце. Так, давай дальше. Сейчас тортик. У кого сопилка, а у кого трамбон. Трамбита. Михайлович наш, боец. Что такое? Так, и дальше что? И вот была проверка. Членами ревизионной комиссии. Их там три у вас в доме. Тоже все бухгалтерши. Ну, посмотрели документы. Ой, Светов, да, если хорошо. Пусточек, да? А этому дядьке, который председатель у нас, говорят, у тебя чеки без печатей. Говорят, чеки без печатей? Мне говорят, ну, ты или платишь штраф, там, что-то получилось на сумму 5000 грн. Или поставь туда печати как-то. Говорят, как я вам поставлю печати? Буду я еще за вами бегать тут. Я вот кину вам печать поставлю и все, занимайтесь сами. Или вообще закрою. Ваши ОСББ, говорит им. Они говорят, закрывай, но все равно поставь печать. Или платишь штраф. Да. Хорошо. Хорошо. В общем, через две недели он ставит круглые печати. И причем, что ума у них не хватает. Им просто надо было наличие этой ревизионной комиссии, которая из нашего же дома. Это же их деньги. Конечно, их деньги. Это же не наши деньги. Просто наличие круглого печати. А ума для того, чтобы взять этот код и вбить, у меня даже закладок нет. Я просто написал в поисковике ЮРДПУ. Додика. Да. Перебиваю на стадии припинения. Два года, как уже закрытый. Да. Два года закрытый. Ну, там один есть, да, на стадии припинения. То вы в НАБУ написали? Я написал, раздал. Это не ты писал, что ты себя сливаешь. За тобой придут. Это не ты делал. Да кто за мной придет? Кто? Я приду за тобой. Подготовил документы. Меня же попросили. Я подготовил документы. Раздал, говорю, несите. Я сам нести не буду. Несу. Носите. Вы хотите, вы возмущаетесь. Вы спрашиваете, что делать. Как его снимать надо. Снимать надо. Он ворует. Его надо снять. Очень ворует. Как его снять. Даже не знают, как подписи собирать и куда их нести. И шо? И ничего. Стоят круглые печати. Этих всех удовлетворило. Все знают, что он бегает, собирает чеки. Ну и все нормально. Никому никаких проблем нет. Зачем это мне вообще этим заниматься? Артем, ну тебя надо посадить на поток. Понимаешь? Мы уже говорим правду, как есть. Оно в прямом эфире. Чего уж тут не сказать. Артемчик. Сан Саныч будет все крышевать, решать. И Сан Саныч будет все заносить котлетки. Мы отыграем тендерочек разыграем. Наша юридическая компания победит почему-то. Будем участвовать в этой системе закупок государственных. Победит, потому что у него была большая цена. Более выгодная цена отката для вас. Ну конечно же, что тебе не дать-то откатик. И теперь смотри, расскажи людям, что такое ОСББ. Деньги ищите в корне. По-моему, у ОСББ многие ищут проблемы. Причины для того, чтобы не создавать ОСББ. Это куча всяких бабушек. Это молодежь, которой ничего не надо бесполезно. Потому что они все, кто ходят, айтишники. Ну, бабушек это просто развитый такой патернализм еще от Советского Союза. Вредный остался. Они думают, что должен быть хозяин, который все будет делать. Голова к воск. Который решит их проблемы все. Но, естественно, такого не будет уже. Коммунист, что будет. ОСББ чудесная организация, которая может решать многие вопросы в доме. И не только в доме, но и в ваших квартирах. Существуют всякие программы за счет налогоплательщика, которые называются «Сприяние ОСББ». Они делают лифты, утепления, окна, били и все ставят. Да. Ну, в процентном соотношении. Часть платит человек, часть платит. И что происходит дальше? Что происходит дальше? Так как не хватило голосов на новый тариф, должны были быть еще одни сборы, для того, чтобы набрать эти голоса. Потому что даже вот эти бумажечки по подъезду, ну, так как не все присутствовали, не все хотели участвовать, голосов не хватило. Но все нормально, все порешали. Пацаны сказали, что так можно. Да, причем каждое собрание происходит. И, то есть, вот как председатель сказал, так все согласились, но никакого документа оборота, соответствующего этих решений, не ведется. Нет никаких протоколов, ничего такого. То есть, полный колхоз, абсолютный колхоз. То есть, я к тому, что колхоз у всех в головах. Председатель просто хочет заработать. Эти чуваки, которые члены правления, никак ему не перечат, ничего не понимают, то, что начальство. И тоже подходят и спрашивают, а где начальство будет сидеть? Тут. Ну, ё-моё, какое еще начальство? Ё-моё, какое еще начальство? Двойка неправильная. Сумест неправильная? Да, в параллельно. Вот, смотри, все. Вот, и на бак вот так надо. Тут на стройках можно. Мне сказали, а можно с помощью громады организовать отдельно громады государства? Можно. ДНР, РНР организовали. Чисто теоретически, чисто на бумаге, да. А в практике нет. Ну, а с кем? Ну, с кем? Для начала. РНР, РНР организовали. Начитались Римма-Белоцерковская на днях на канун этих подий на Майдане. Посмотрите видео. Тринадцатый год. Именно лекции она проводила в этих городах. Говорил о том, что громада это все хорошо, прекрасно занимайтесь. Результат на лицо сегодняшней. Поэтому, ребята. Правда, там у кого есть сила и бабки. Вот и все. Правильно я говорю? Все помнят этот ватный фильм? Первый ватник, да? Этот, брат 2. Первый ватник, брат 2. И в чем сила, брат? У него было в правде. Вот сегодня мы говорим, исходим из точки зрения правды. Территориальные громады это правда. Ну, а сила-то в чем? У тебя есть правда, ты хочешь создать территориальную громаду. А у меня есть бабки. У меня есть власть, у меня есть СБУ, у меня есть менты и все. Ну, ты хочешь территориальную громаду. Ты пошел, начал собирать всех бабушек. Все бабушки сказали, да. Ты создал, у меня сила. Кто создал территориальную громаду? Так, раз, 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 координаты и полетели туда. Страпоны. Ты не понял. Мы водочки хотим, на родину летим. Актриса ця. Мерлин. Как ее звали? Как ее звали? Да, на самосер. Да, на самосер. Ты хочешь блоу-джоб? Заплатишь 30 гривен, 30 баксов за то, что смотришь. Ты хочешь блоу-джоб? Вот дают, молодцы. Юмор всегда прекрасно. Давай, вешай уже бабки, надо зарабатывать, а ты все не можешь, сидишь, рисуешь, давай песня, раз, давай, сейчас ты выпьешь просто. Все нормально, сейчас тебе. Все, давай, дальше. Знаешь, мне вот на днях, Артем, я хочу сказать, буквально мне перезвонил один парень из Киева, возможно, вот это, там, 9 числа мы с ним встретимся, он голова ОСББ создает, он просто в ужасе и омрачен тем, что происходит с чиновниками, которые дают задний, задний ход или куда они там, дают взад, вперед. И кто дает задний ход? Чиновники дают зад. Надо же. Все, все, даже заставляли создавать ВСПБ, да, в Киеве Болткой случае, все решения, которые вы принимаете, чиновники дают им не передний ход, а задний ход, то есть, отправляются ваши решения взад. Ну, то есть, заднеприводный. Давайте все назад, как вернемся взад, ты будешь вторичем. И, Артем, слушай дальше, что он говорит? все. Смотри, фишка, я с этой фишкой абсолютно согласен. Значит, идет там изменения, идут в законодательстве про ВСПБ, и речь идет о том, что ВСПБ может, в общем, залучать к работам, которые происходят, проводят в доме, допустим, ремонт, покраска и так далее, людей, жильцов, собственников, квартир, к примеру, которые имеют большие задолженности. С целью, если погашается какая-то задолженность, что ты там написал? И что это за карточка? Спасибо, приятного аппетита. Не, что, все нормально. Да? 47, то есть, 21, 21, 12, 49, 72, 32, 32, 7, да. Не, там все правильно показалось, 47, да, Артем, нормально. Пацаны, хватит, стыдно, давайте, у нас все смотрят, вы молюете. Вы министр же искусства. И мовы. И мовы. Любитель мовы. Не против, пожалуйста, твое право. И речь идет, если ты должен тысячу гривен за коммунальные услуги в ОСББ, то ты можешь сделать взаимозачетики и ты можешь предоставить услуги ОСББ, там, выполнить акт, подписать выполненных работ, может быть, с председателем порешать, там, поподметать. Да, покрасить заборчик, земельку весной вскопать, бордюрчик тоже подкрасить, лампочку вкрутить. Одну лампочку вкрутил, акт выполнит, работа тысячу гривен, к примеру. То есть, вот таким, и твоя сумма задолженность списывается за счет перекрытия акта, прям передач. Поэтому, можете не платить, уже, если у вас есть ОСББ. Скажите, можете даже ничего не делать, потому что, для того, чтобы с вас потребовать деньги, даже нужно показать, какие делались работы, проект, смета, и ваша часть относительно... Но ты можешь дружить с председателем и сказать, я тебе должен пять штук, Валерианыч, я тебе штуку заплачу, ты мне спеши и напиши в прекрасной актике, что я у тебя подмел, я сделал ремонт, я все обслужил, и поэтому... Вот это схема вымывания денег, и я тебе раз, штуку, а ты из-за этого должен... что на деньгах же не написано, чьи они, вместо того, чтобы давать наличку, получается, что эту наличку тебе списывает, то же самое, что ты получил деньги. Да. Все, вы раскрыли схему. Уже. Мы эту схему раскрыли, но чтобы ее делать, надо обращаться к Сан Санычу. Ты точно наличишь? Или купить сигну. Ты точно знаешь, где сын в офисе Сан Санычу? Да. Да, Артемчик? Ну даешь, а? Вот бойцы, шутники и пацаны. Ну, сейчас мы... Ну, это Саша Грейк стал. Мужчина, где офис Сан Саныч? Мужчина. Артемчик, пацаны, давайте доедаем, потому что под тортом оно что-то не идет. Вот. И сейчас будем рассказывать, ребята, вы готовьтесь. Все уже чай попили, 28 человек, и все на него. Как машины отнимают, как квартиры отнимают, как дома отнимают. Отжимают. Время крадут, хронофаки. Голдберги. Вот дают. Вот дала. Кому добавлю? Не надо, да ешь. Тебе ведро, вместо желудка вкидывай все туда. За мишлунку. Артемчик, кому мы обязаны такому прекрасному тортику? Светлана Сергеевна. Светлана Сергеевна, вы просто прелесть и песня. Повезло вам надо признать, Артем Валерьевич. Наш партийный бухгалтер. Не жалеете вы себя. Да, все народе думайте, отдохнуть бы вам пора. Высловим устно по диаку. Высловим. По глупости, по плечу. Ха-ха-ха. Все нормально. Похлопаем. А что? Ну что? Это не я, тебя размешил. С ноги ему, да, по коленкам, на чашечке? Через нас, да? Да. Вот дают. Кренделя, ты просто не марша. Как зовут вашего третьего Кренделя? Меня зовут Сан Саныч. Все, ответили. Или кто у нас тут? Артем Валерьевич? Юлия, Вадим, выдаются тортом под глазом. Ой, стыдно. Центрюмчик. Вадимчик. Мы его называем губернатор. Губер. Да. Насчет Прозоро будет интересно тоже послушать как-нибудь Сергей Гаврилюк Прозоро-система. Плевать на нее на эти закупки и все. Рынок должен быть свободным. Никакого государства не должно быть. Прозоро разработали бабки с якут и все. Ну, что нормально? Артем, ты же проследился. Сумфеток, Вадим, ты бедный не нашел слафеток. Артем, на, на, смотри. Вот так. Вот так. На. Я тебе не все на... Вадим, Чападай. Они чистые, не бойся, что они помятые. Раз. Что ты там делаешь? Да. Вот это да. Вот сюда смеемся. Не шутите больше так. Так, у нас же доска. Выспринимайте активное участие. За то, что на этой почетной доске мы возвращаемся в совок. В гулаг, голодовку страшного дефицита, дикого. У нас есть Виталий Примачук. Это почетный наш первый кандидат, лицо, которое, так сказать, пожертвовал нам на карточку. Здесь 10 гривен, кто кидает? Пожертвовал на фломастере. Надо признать. скинул деньги сюда на карточку. Я как Кличко, да? Видел там и овцы тоже там И с помощью того, что Человек заплатил 10 гривен на фломастеры Он получает почетное первое место Паплодируем, товарищи Шуму господину Нашему господину Так, ребятки Есть ли тот человек, который просил Немножечко разобрать Авто Евросила Или Евро Автосила Или Сила Евро Авто Давай конкретно Ну сейчас, я думаю, пока они сейчас должны возвращаться все Это что? Сигна Ну имя, имя Сигна Молодежь поймет Эту бумажечку А старперы поймут ту бумажечку Все у нас проведено Для всех Возьми еще эти таблеточки Ну даже экономно Имя любимого Ошибка не туда единичку Боюсь ошибиться Денис Рыбальченко Не бойся Не бойся Бери всю ответственность на себя И закидай бабло Порох все равно будет знать Куда шурбабки ты кому-то закидал Поэтому придут как за тобой, так и за тем, кто получил бабло Денис Рыбальченко Тот же за границей Да Да Денис, можешь подставить пацану И закинуть пару тысяч Мы уже отчитаемся как-нибудь Как-нибудь Порешаем с налоговиками Они тоже кушать хотят У них есть дети Че уж туда Зарплату регулярно получают С государственного бюджета Итак Пацаны Хватит Как написали еще Шо ты, шо я Шо не будем платить Налоги даже при системе 5-10 Это было жестко Сразу же появились 5-10 еще нету Но сразу появились тюрьмы И чиновники Со штрафами С налогами Совсем Но 5-10 еще нету Нету, конечно 6-8 часов Уже домой пора Кому? Мне пора Че это, друг? 5-10 минимум Артенчик Ты когда выходишь сюда Ты должен А, неправильно Ты должен ставить всех В известность Что у меня рабочий день Мое время законное Ты имеешь право На свою личную свободу Так какая там свобода Надо проектик сегодня доделать И будет свобода У тебя в распоряжении До 6 утра Вот так времени После того Когда я тебя Завезу домой О! Я сегодня на машине Лично Сан Санкас На машине Сегодня Вадимчик сядет Ты уступишь ему Чтобы попереди Артенчик сидел Конечно Потом пересядешь И все И мы садимся И едем Да Обязательно Так А это время Трамп снижает налоги Для бизнеса Да, Саша И повышает Тоже там А Петя все увеличивает Петюня Астан Нет, ну Ян Курш Он бы сказал Все, что сейчас происходит Остановитесь Или как маме А что, так можно было Да? Крым на войну А так можно было? Трампом восхищаются Обсуждают Он в одном месте Снижает А в другом Регуляцию устанавливают Ну и плюс А, ну Балашов вообще Восхищается тем Что он Повышает налоги Кстати Для мексиканцев Дальше Это их не право Это их не дело Как хотят Так и делать Да? Да, на все Причем Че вы обсуждаете И че вы Делаете вот эти Репосты Репосты Трамп Хотите сами Посмотреть Как зашли Вводить войска Ирак или нет В Англии Там сидят Парламент Сидят и обсуждают Что делает Трамп С собой разберитесь Они обеспокоены Еще начало 90 Что муж с женой Общается Он ей говорит Давай ты будешь Заниматься Региональными Вопросами Да Что приготовить Борщ Суп Картошку А я буду Глобальными Вопросами Глобальными Политикой Вводить войска В Ирак Вову Поэтому Каждый Занимайте Своей кухней Смотрите В свои трусы Заглядывайте И регулярно Там все Полоскайте Как этот Самый Подожди Как этот Полоскун Енот Полоскун Вот Зашли Вы залезли Пополоскали Себе Лично И все Нафига В Черкаго Машина В Черкассах Машина Зачем Чтоб Любимого Артемчика Домой Доставлять Хотя бы Раз в недельку Как минимум И жена Чтоб Ездила Надо Почитать Вопросы Сансаныч Там Море Вопросов Давай Сейчас Я бабки Раскидаю Всем И вот Последний Транж Остался И все Раз Уже все Артемчик Расскажи О том Что каждый Должен смотреть Завтрашний день Завтрашний день В чистоте Себя содержать А не смотреть Что там у Трампа Трамп знает Чем занимается Поэтому Не надо Смотрят С другой стороны Людям Просто Значит Ничего В их жизни Такого Астающего Не происходит Тоже Правильно Плейстейшн Не играют Четвертый Четвертый Про Не Слим Я поправлю Слим Да Поэтому Слим Факин Слим Мазафака Рич Бич Факин Слим Хорошо Что на нас Дети Не смотрят Иногда Смотрят Иногда Не смотрят Так Это Это Надо Было На Листочек Записать Еще Один Вопрос Хотел Рассказать Пока Ты Клацаешь На Кнопки Рассказывай Обязательно Там Еще Надо Было Тоже Почитать С Вопросы Были С Ютуба Были Сейчас Начнем Читать Ребята Вы Не Переживайте Анна Саркисян Переживает Что Мы Не Реагируем На Какие Вопросы Ваши Сейчас Мы Возвращаемся И Начинаем Вычитывать Вопросики Все Встретили Новый Год Прекрасно Январь Месяц Прошел Непонятно Как Было Видно Переходим К Сан Санычу Я Здесь Закрою Чтобы Читать Вопросы У Каждого И Свой Уклад Понимаете Как Государцы Так И В голове И Ваших Семьях Внутри Семьях Разбирайтесь Со Своими Монастырями В чужой Не ходите Со Своими Уставами Потому Что Как Только Вы Зашли Вторглись Во владение Других Людей То Может Быть Вам От Этого Сделает Больно Потому Что Вы Нарушаетесь В частную Собственность Частное Владение И Вы Указываете Рассказываете Как Вам Не Нравится Что Либо Относительно Того Лица К Которому Вы Вторглись Так Поэтому Ваше Мнение Никого Не Интересует Если Хотят Спросить Ваше Мнение То У Вас Обязательно Его Спросят А Так То Никогда Не Лезь Никому Вот Я Спрашиваю Артем Как Доказать Что Громодяны Анафизичная Усоба Откройте Паспорта Там У вас Все Написано Что Вы Громодяны Украины А Индерекционный Номер Определяет Ваш Статус Как Плательщика Налогов И Плательщик Налог Налогов Это Лицо Которое Имеет Индерекционный Номер Хотите Отказывайтесь От Индивидуальный Персональный Номер Там Есть Основания В законе Для Чтобы Отказаться Может Ваше Личное Заявление И в паспорте Печать И По Моему Номер Этого Решения Пусть Бодинчик Говорит С доступным Языком Для наших Людей Чтобы Они Понимали Раз И Все Мы Не будем Вам Статью Закона Называть Мы Говорим Общие Основания Того Чтобы Не иметь Индивидуальный Номер Ответили Следующий Вопросик Ну Тут Не вопрос Тут Больше Так Комментарии Пора Куда Сообщите Когда Жесть Гарантия Понадусе Картковый Будинок Офигенный Еще Подавиться Биллиант Миллиардеры Да Обязательно Мы Медицинские Сериалы Дома Смотрим Все Иван Снурницын Правильно Ли поступил Балашов Что Добрил Трамповскую Стену На границе С Мексикой Это Типа Нетолерантно И все дела Как же Свободное Передвижение Людей Все Люди Одинаковые Стены Это Плохо И всякое Такое Толерантское Ну Я Сами Имеют Они Право Там Решать Или Нет А теперь С точки Зрения Политика Балашова Который Говорит И Декларирует Свободу Перемещения Товаров Границ И услуг То есть Это то же самое Что Балашов Заявляет Что Россия Обрежьте Трубу И так далее То есть Он Поддерживая Деятельность И действия Трампа По установлению Стены В то же самое Время Говоря Что Свободное Перемещение Границ Он Будет Строить Стену С Российской Федерации К примеру То есть Не исключено Если Ставит То Надо Определяться Все Таки Ну Во-первых Не встанет Он же Сказал Что Он Не Будет Баллотироваться Поэтому И строить Ничего Не будет Соответственно Кто При системе 5-10 Будет Президентом Будет Распоряжение Строить Стену От Кого От Того Кто Поддерживает Строительство Стены Трампа На границе С США И Мексики Я так Считаю Это мое Мнение Понимаешь Артенчик Не исключено Что То Я запутал Вас И сам Запутался Ну Во-первых На своей территории Они там Могут Сами Решать Имеют Там Своё Право Малолик Ну Люди Возмущаются Видишь Да Страна Бедная Кстати Там Довольно Такие Невысокие Налоги В Мексике Вот Даже Ниже Чем США Ниже Чем В Украине Естественно Естественно Но Все равно Чудовищно Бедный Народ Который Просто Валят Такие В США Ну Еще Да Пенсионная Система Украины Является Пирамидой Конечно Да Значит Хеликс Капитал Скоро Рухнет Зрунованный Санаторий Что Сложно Псали Михаил Шерегеда Цекавить питання Прилеглої території Біля приміщення В жилому будинку Чи належить вона Власнику приміщення Яка вона Благоустрій Мені говорив Що один метр від приміщення Це власність приміщення А що далі Це комунальна власність Брехня А це ти Старий Я розкажу Законодательство В частности Земельний кодекс Говорит Що в случае приобретення Права собственности На Движимое Імущество Часть його І так далі Його є в вашем домі Обща квадратура Оно Расценивається Расчитывається Согласно долей В общій Собственности Обычний дом Частний дом К примеру Разделен на два Номера На две квартиры В частному домі І у них Участок 6 соток Соответственно Ихня доля Будет соответствовать От 200 квадратів Дом Два дома В одном 75 квадратних метров В другом 125 А общий Участок земли На котором Расположен этот дом 600 квадратних метров 600 квадратних метров 6 соток Соответственно Из 600 Вот эта общая частка Делается Там по формуле Она рассчитывается 100 квадратів 100% Равно 200 квадратів Это в домі І эти части Они рассчитываются Относительно Земельного Участка В том числе То есть 600 квадратів Не будет делиться Пополам Потому что Если бы по 100 Вот этих квадратних метров А так оно будет Распределено Допустим Тот кто имеет 75 квадратних метров Ему будет принадлежать 250 Квадратных метров Земли А другому Кто имеет 125 квадратних метров В доме Ему будет Соответственно Принадлежать 300 Сколько 75 В техническом паспорте Не указано Не Указано Оно будет Распределять доли А техник Кто решует Техник Это лицо Допустим То же самое БТИ Или другой орган Техник Землевпорядник Эксперт Он выходит Рисует Технический паспорт И в этом Техническом паспорте Он сам Распределяет Вот доли Так как Только что Абсолютно всего Как и части Допустим Есть офисное здание Там у вас есть Офис Площадью 16 квадратных метров Он расположен На земле Полностью Это здание Расположено На земле И соответственно Ваша Площадь В земле Пропорционально Вашей площади В этой недвижимости Вот и все Доля Доля Часть Не конкретно Там Квадратные метры А именно Одна 156 И все А потом Попробуй Выделить ее Где-то в натуре А не получится Выделить Но часть Есть Общая Это Спильно Сумместная Властность Называется Общая Совместная Собственность А когда Части Определены То Это Спильно Частковая Властность Без Выделения И в натуре Вот и все Виталий Лакотарев Шахимат Сан Саныч Вам сделал Украинская Мова У нас Юридичную Терминологию Дуже Потужна Вы Погоджует Ты с земной Ушановный Александр Шматко А ФОПом Нужно пускать Это по поводу Проверять Ооо Насчет проверок Видео бомбануло Надо признать На 320 тысяч штрафов Это просто мрак С других областей Приезжают На консультации К Сан Саныч Уже были Да Вчера Были люди Из Киева Приехали на консультацию С Киевской области Я им как нарисовал Они Они уехали Вот нужно Осуществлять ФОПом нужно пускать Или нет Нет ФОП это Нельзя Отождествлять Физическое лицо Предпринимателя С гражданином Потому что Есть разъяснение Конституционного суда Которое четко Определяет Что Физическое лицо Предприниматель Это и является Сам гражданин Только Его Статус На него Распространяется На ФОПа С Хозяйственный кодекс На него Распространяется Закон Украины Про Юридичный Хосип И так далее Некоторые моменты Он имеет Открывать Право счет Осуществлять Деятельность И В том числе И он же И остается Владельцем Той недвижимости В том числе И нельзя Регистрировать Право собственности На ФОП Вот вы Допустим Ты являешься ФОПом Занимаешься Предпринимательской Деятельностью Зарабатываешь Бабки И ты Покупаешь Недвижимость От своего Бизнеса И эта Недвижимость Не регистрируется На тебя Как на ФОПа На твой статус Да? Она регистрируется На тебя Как на человека На гражданина Это один И тот же статус То есть Это равные Части Равные Единицы Факен Шит Следующий вопрос Михаил Шерегеда Давай Тут Может быть В этой клинике Никого нету Конечно Следующего Посмотрите Марина Лебеденко Дякую Александр За корыстный ролик Очень дякую Аналоги Если проверяющий Сам захочет Сделать Татуировку И начнет Расплачиваться Что тогда Ему впаривать Впаривать Метод витамин Впаривать Или еще Впаливать Или 100 грамм Ему налить Коньячку Впаривайте Все Есть много Разных методов Способов И все Остальное На крайний счет Можно На рыбалку Съездить Рыбку Половить Сказать Что Татуировка Там Наркотическое Вещество Было В краске Вбито Если он Не заплатит Денег То Мощнейший Дот Антидот Ему не будет Предоставлен Да У него есть Потому что Он сделает Определенный Элемент Этой краской И его сосиска Превратится В спичку А шарики В бусинки И он тут же Испугается И на языке Волосы будут Расти А на сосках Не будет Она А на сосках Будет Анальное Отверстие Ну зачем Ее Если он Не расплатит И что Будет С ними Делать После Этого Пукать Все Нас смотрят Дети На сей раз Дети Уже смотрят Так А как быть С кафе То же самое Это ваша собственность Я говорил Я писал Кто подписан На меня В фейсбуке Подписывайтесь И я там Регулярно Выкладываю Я не Репошу Порошенко А то Другие события Трампа Я этим не занимаюсь Исключительно Жизнь Освещаю Юридическую Суть вещей С точки зрения Бытия И сие Бытие Имя Любимое Мое И там Я писал Что Гражданин Не обязан Впускать В свое Там идет Речь о жилье В свое жилье То есть Откройте ресторан В своем жилье И Вы не обязаны Их никуда пускать Артем Котельников У меня фургон Мой Фастфуд Я ФОП Имею ли я право Не пускать инспектора Ссылаясь Что частная собственно На вторую поправку Конвенции ООН По защите прав человека Конституции США Как в армии говорили Все скарги ООН Все скарги В ООН Пиши В НАТУ Скаргу Нет Конечно не имею Это ваша собственность Все поставили на Сан Саныча Такую картинку Да Артемчик Бомбезный огурчик Сан Саныч Я на звонок Такую поставлю Да Молодец Я тоже Поэтому Артем Ситуация какая Нет Это написали С джентльменом Трудно не согласиться Да Красава Прекрасно Мы его не озвучиваем И я полушен 10 рублей Нам не скинул Пацанам на что На же тортик На А я написал Прожарка гарантируется 150 лет О чем я рассказал Дальше идем Следующий вопрос Так Так Тут по-моему Подскажите Плеса Где больше информации О том Как правильно заключать На 3 месяца Трудовой О акте Прием-передач А где консультация Фейсбук И мне говорила Александра Подашко С Анной Рассадиной Я уже переговорил Скинул ей договора И она В курсе дела О чем Похоже Сезарий Еще и таксует Иногда Да Я везде Когда в Рио-де-Жанейро Едет Так Всегда берет Попутчиков Попутчиков Да Посоветуйте Пожалуйста Если остаток Ипотеки 1000 долларов И 2 месяца Не плачу А дальше Я озвучу вопрос За небольшую сумму Выгодную Номер На стене На доске Но ты жулик Твоя доля Там уже есть Дальше Надо же Меня как-то Заинтересовать Чтоб сразу Писали В скобочках Артем Номер Карты В личку Скиньте Ну Чтец Эй вы человек Может и дальше Не платить Пусть Оваль в суд Подает Или делает Предложение А то С 8000 гривен Теперь должны 28000 Ребята Я отвечу Следующее Если у вас Ипотека То не стоит Вопрос О такой сумме Как 28000 Гривен Лучше ее заплатить Меньше будет Горе Ведь поймите Что чем больше Будет увеличиваться сумма Рано или поздно Вам придется обращаться К юристам К адвокатам И так далее Учитывая то что Монополия В скором времени Будет адвокатов На представление Интересов Ваших судах То соответственно Это будет Очень дорого Стоит А моя задача Ведь закрыть Вам вопрос И не обязательно Это сделать В судебном Порядке Поэтому Лучше вам Погасить Ваши Обязательства При наличии Задолженности В размере 1000 долларов За ипотеку Нежели Держать ее И То есть Эту сумму Задолженности И ее Не оплачивать Тем самым В будущем Для себя Рисовать Страшные Проблемы Пенни Штрафы Неустойки Проценты Расчеты Комиссии Ремиссии И в конечном счете Инфляция И все равно Эта сумма Будет ковыляться Но я тебе хочу Сказать следующее Что Артем Инфляция Страшная вещь И Банки Я об этом тоже Заявил в своих роликах Одни Когда ты придешь Потребительский кредит Или когда ты Берешь ипотеку Цену Когда они регулировали Смотрите внимательно Сейчас будет лайфхак Я о нем говорил Цены Когда регулировали В долларах В договорах Что получаешь На руки Через кассу Чего не происходило Были там В этих бумаге Заяву Квитанция О выдаче Этих денег Без подписи Твоей Как позычальника Заемщика То они эти деньги Переводили сразу На счет Третьему лицу А оно переводилось В гривнах Вот транзакции Проходят в гривнах Доллары Они тебе рисуют Здесь Потому что Для того чтобы Выдавать доллары Финансовым учреждениям Ему необходимо Было иметь Индивидуальную лицензию На предоставление Такой суммы долга В долларах Которую выдавал Нацбанк Но 2007 год 2008 год Банки наши Все вот эти Сопливые банки Которые сегодня Лопаются Они просто не имели Этих лицензий Они не знали Как работать У них не было Сан Саныча тогда Понимаешь Сегодня приходит банк Сан Саныч На подставочи ходил В 2008 году Сан Саныч уже По судам бегал Процессы уже решал Проигрывал Выигрывал Но уже занимался Качал Бицуху Бицуху я уже Закачал тогда Еще ребятки Чего уж тут Не закачать Так Играл в группе Музыкальной С одной ушел Одну создал Выступили Сказал Пацаны Через полгода Будем выступать Выступили Через полгода Потом пошли Раз Раз Семья Жены Заводятся И все И расход по мостям Все развалились А потом В 2010 году В другую группу Пошел И в 2013 Все Закрыл Музыкальное Своё образование Искусство Сан Саныч барабанщик Кто хочет проверить Мы вам скинем Видеоролики И аудиозапись На ударных установках И там И там Есть Официальный Официально Есть это Аудиозаписи На студии Мы делали Это страшно Видеоролики Видео есть С концерта И все Поэтому Скидывайте Делла Спрашивали Давай включи Там кусочки Пацаны Вы такое Слушать Не будете Серьезно Вы такое Слушать Не будете Хоть на пол Сушечки Василий Солодов О подроблении фирм Каждый отдел Своя контора Это само собой Даже не только У вас в Украине Или РФ Свой пример Приведу Мы под каждый новый проект Делаем новую фирму Не связанную Никак с предыдущими И уже работающими Никаких дочек И мам Никаких холдингов Только связь Через Юрисдикции Где не отвечают Где не Отсвечивают Бенефициаров Третьим странам Да Это реальная защита Если один проект Проваливается по бизнесу Заплатили банку Он никак не влияет На работающие успешно И не тянет их На дно За собой При процедуре Банкротства И неплатежеспособности Да Ну Получается Там Где-то там Регистрируют Одну фирму Например Так В Швейцарии Потом Регистрируют Одну Ну это конечно Такое получается Последний бенефициар Потом Забыл там Возле Англии Этот островок маленький Велика Британия Ирландия Все на великах есть Ирландия Да Потом в Ирландии Велики Велики Все на великах есть Королева Елизавета На великах гоняет Под дождем Твою маму Будем пить кофе Так Ирландии Открываем Обязательно А потом В Ирландии Да Велики Велики Британия И Норзен Айрланд Или центровая Да А потом уже В своей Стране В своей стране Так И вся собственность Принадлежит Соответственно Какой-то фирме Ты работаешь Только на основании Доверенности Ну то же самое И сегодня В Украине Можно же раскинуть Понимаешь Да Артем Вот есть Вот вчера Приезжал на консультацию Он Хочет оптимизировать Свой бизнес Я говорю Риски большие Таким образом Мне уменьшить риски Я говорю Что у тебя собственность есть Он мне говорит Шесть у него автомобилей Зарегистрировано в собственности И земля В Киеве Чуть ли не в центре Вот Я ему задаю Следующий вопрос Ты понимаешь Что ты делаешь Ты рискуешь Сегодня свою семью Оставить Без дохода Потому что Ты занимаешься Официальной деятельностью Официальной деятельностью И эта деятельность Твоя Она не понравится Проверяющему Налоговому инспектору Прокурору СБУшнику Она не понравится Потому что у тебя есть Что взять Сан Санычу прийти Что он Трампа На забирай С правой Забирай Все Хочешь Забирай Лампочку Выкручивай На Я ему На принтер Забирай И все Уходи Но завтра К тебе придут Все мои клиенты Дела Которых ты забрал А тут В течении 150 лет На протяжении А тут Дела И твоих коллег Лежат В том числе Понимаешь Поэтому он Десять раз Подумает А стоит ли Мы не показали вам прекрасный У нас есть цветок Вадим Покажи Давай покажи цветок Что ты переживаешь Людям Надо все знать Что тут позор Мы нормальные пацаны Адекватно объективные Вот Поэтому Адекватно объективные Да Смотрите у нас Какой есть в офисе Прекрасный цветочек В горшочке Это пацанский цветок Три пацана Да Холостяцкий цветок Три пацаны Водички Водички ему Влей Это чья палка Она На каменовице Надо разграть Да Чтобы видно Вадим Как самый меньший А что Что Артем А вот это чья палка Это Наташа Наполня Подрастает Чуть Ты же старше меня По возрасту Да Да Ты старше Поэтому это твоя палка Моя средняя Вадимчик Может у Вадимчика Уж больно Это ему Великовато Было бы Но не будем Отвлекаться Да Я дальше Это расскажу Давай Ты рисунешь Потом я расскажу Как тропление происходит В СПБ Палок Нет Потом Молекул Молекул Человек молекула Да Молодцы Я что-то так долго Писать Вадим То эфир Скоро Закончится И бабки Никто не скинет Артемчик И он Я ему сказал Убери Пожалуйста Себя Сними Всю собственность Которой ты владеешь Все автомобили Перерегистрировай На своих детей На жен На бабушек На дедушек С них Понабирай Расписки И все остальное Земельный участок Тоже отдай кому-то Чтобы у тебя Не было ничего У тебя должны быть Фунты Все раздроби Раздроби Отдай И все И хочешь ты Рисковать Играть Так сказать На высоких ставках На этом рынке Хочешь ты больше Иметь денег В кармане То ты Делай так Как тебе Я к примеру Советую Потому что Я так живу По этим правилам По этим принципам Другие живут Кто понимает Так сказать На кого благодать Сходит Поэтому Потому что Ты сегодня В собственности Имеешь Один автомобиль Ты не рассчитался За коммунальную услугу Не заплатил 5000 гривен На тебя Отправляет Судебный наказ Ты даже не знаешь О существовании Этой задолженности Этих судов На тебя Отправляет Судебный Этот приказ Я бы чуть повернем Камеру Все время Судебный приказ Отправляют В исполнительную службу А исполнительная служба Она всегда Автоматически Сейчас кстати Частные исполнительные Эти Будут Приватбанк готовит Своих частных Исполнительных И коллектора Поэтому готовьтесь А когда частный Исполнитель будет работать Вот там будет с ним Уже не так весело Работать Как с государственным Исполнителем А государственный Исполнитель это бездельник Который ничего не делает Сидит и спит Ну не все конечно Есть у нас Да Денис Рыбальченко Спасибо Вот у нас Прекрасный джентльмен Расскажите Чем вы занимаетесь Денис Ваш бизнес Мы прорекламируем В прямом эфире В том числе Виталий Прямой Чук Что? Амазон Амазон Бизон Амазон Прекрасно И поэтому Артем Диверсифицируй Вот это слово Риски Риски Яйца Раскладывай Сейчас в этом Обществе Яйца не надо Держать В одних трусах Их надо разложить Ты должен Раскидать В одно Раскладывать Не обязательно По трусам Да Можно и по корзинам И по корзинам Раскладывай И под подушку Можешь Одно яйцо Положить Второе Можешь В носок Засунуть И где-то Под кровать И так далее То есть везде По кубышечкам Раскидать Мое правое Яйцо Больше чем Левое И я съем Его Ну ладно У нас дети Куриными яйцами Нужен Мое правое Яйцо Меньше чем Левое Я съем Его Так теперь Ты хотел Рассказать Давай Это была Прикольная пародия На песню Фараона Да Артемчик Ты хотел Рассказать Давай Да Ну никакой Диверсификации 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 Рисков Не происходит В СББ А наоборот Находит Нагнетание Обстановки И что там Он говорит Так Сантехнику Регистрирует ЧП Пусть регистрирует Всех увольняем Будем через тебя промывать бабло Вот так прям при всех это решалось даже на собрании Сначала Сиди с рыбачика спасибо Он говорит Да это просто так Пиво пацанам на бабло Спасибо Денис Твое здоровье Выпьем обязательно А сколько? Закину 100 Это надо 10 Знаешь 10 Да Да Вову Вову Обвезу гелик Цель Так Вадим Ну Пиши Тоди Все Можно снимать Чтобы нам уже не помещается Так Ну давай Дальше Артемчик Давай По СББ Сегодня мы разговариваем Да? Общаемся Сан Саныч эту историю знает Знает Сан Саныч говорит Уже залет у него И вопросы к тем Кто присутствовал Даже когда он там 4 человека было Вообще разговоры на эту тематику То есть можно писать Пожалуйста заявление Он занимается вот этим Вот этим Он это рассказывал То есть у него залет Но ничего Это его не страшит Он опять уже На собрании всех членов правления Их там пришлось Учених Он говорит Что будем делать такую тему Будем всех увольнять Будем экономить Не платить налоги будем Ну он не знает сколько Потому что на вопрос А сколько не платить В чем экономия Он не может сказать Потому что ему другая там сказала Бухгалтерша Которая в 70-м году работала Все это Принесите газету Где-то сказано Там сказанное в газете Что принесите газету Ничего подобного Такого нет Пацаны сказали что так можно Да Пацаны сказали что так можно Да То есть это получается Уже дважды залет у него Уже большой залет Они прям даже Голосовали за это Только без протоколов Голосовали что да Действительно будем всех увольнять Создаем ЧП Тут несчастный сантехник На нем конечно же Вот эти все проверочки Могут тоже оказаться Так За зарплаты в белом конверте Тоже залет Там 96 тысяч за каждую особу Да Так конечно Или даже больше Могут придумать Схему я нарисую И вот он вроде бы якобы Инвалид второй группы И ему ничего платить не надо И в этом вся экономия Вот так А что как конкретно Ничего не говорится В общем как вы думаете Они проголосовали Что да Создаем такого фунта Но На этом еще не остановились Так как вот Февраль наступил В феврале должны быть Еще одни собрания Он говорит Я выйду И скажу со сцены На собрании об этом Засцал Да? Что? Председатель Выйти и сказать Да нет Еще будут Собрания А еще все впереди Ну как ты это назовешь? Заднеприводный Председатель у вас Его надо менять Понимаешь? Не менять Ну а так Сам себя даже Подставлять Ладно он чувака Подставляет Это понятно Да Ну а что он себя Подставляет? Ну что будет говорить Что будем делать Такую схему Пусть говорит Запиши его И потом раз Что мало кого Мы ее должны снять И ты должен стать На голову К примеру Или Вадим Любой же Понимаете? Быть председателем В СПП Может лицо Не обязательно Да Не обязательно Вадимчик Все нормально Блин Зарплату увеличим Процентик Ну так все Долбер 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 Бандиты Рвутся к власти Братва Братва Альвакат Помнишь Этот Где-то в России Было Что Сделаем Мою жизнь Лучше Скинемся С всего мира Под нитки Нищему на рубашку На рубаху Бабки там пришли А то мы пишем людей Без проверки Фактов И доказательств Проверяем Надо Денис Рыбальченко Ихс 10 Ну И пришли Не писать 10 раз Ихс 10 Умножили на 10 Ихсбокс Ты напиши Без Амазон Напиши Артем И ссылка Такая Дальше По ссылке Какой-то раньше Было В этом В HTML Две Такие скобки Острые И точечки Типа нажимаешь Нету Так они С Кипра Наверное Будут 3 дня И 3 ночи Может быть Может быть Да А в общем Фокус С вот этой печатью Где Несуществующих Предприятий То это же получается И к тому Чуваку тоже Вопросы К нему Тоже Может Я бы И все Вопросы Задал Понимаете А штраф Какой-то Будет У того Чувак И штраф Я им выписал Понимаешь Понятно А кто будет кроме меня Выписывать штрафы Артемчик Штраф Никто не выписывает Есть Административное И уголовное Правонарушение Проступок Поступок С учетом Не будьте Гинозаврами Будьте нормальными Пацанами Да Будьте нормальными Пацанами Не знаете Кто вам штраф Выпишет Обратитесь Я выпишу штраф А потом идите Обжалуйте Мои штрафы Суде Денис Рыбальченко Икс Бокс Икс 10 А ну Это Неправильно Сам Неправильно Понятно Понятно Единичку Не в ту сторону Ну что ты Так Артем Ты кому выписать штраф Я всем Всем выписать Всех наказать А ты тебе запросы отправила Да Запросы Песня Заложная Суду Сдача наверное есть Все Все есть Господа Задавайте вопросы Мы не видим ваши вопросы Возмущения Обстановка Ситуации Неужели так все прекрасно у вас Мы готовы решить Вопросы Всех Сейчас мы поговорим дальше Дальше читай У тебя же все под рукой Поэтому Если он придет Будет это заявлять И говорить Ему надо просто апеллировать Красиво Четко и грамотно Задавать вопрос Он ответ не будет находить Он будет жевать сопли Он не сможет знать Что сказать Ответить И поэтому Что произойдет Что произойдет Ничего не произойдет Все скажут Да Потому что Что в вашем доме Растения Растения И не только в вашем Это во всем доме Потому что 98% людей 96% людей Либо не доживают До пенсии Либо Дожив до пенсии Выходят К ней В полной нищете И вот 96% Населения Вот этих вот Хрущевок Многоэтажных домов Это пенсионеры Нищие Обнищавшие К сожалению Это печальная картина Последнее что происходит У нас в Черкасах Молодежи нету А если молодежь есть То она приезжает С районов Допустим Все черкащаны Черкащанки Молодежь До 30 лет К примеру Выехали Куда Европу Сейчас Польша Вся забита Польша уже отказывается Всех принимать Чехия Да Чехия Венгрия Молдавия В Россию Кто куда поразъезжался От этого Беспредела И мрака А люди Преклонного возраста Пенсионеры Ну куда им деваться Они тут сидят И ходят По аптекам Ждуны Какая-то Картинка Ну давай дальше Испытательный срок Не выход О приеме сотрудников На испытательный срок Работодатель должен Подавать уведомления В налоговую Поэтому если Обнаружит работника На испытательном сроке О котором Работодатель Не сообщил Штраф 30 мин зарплат Да и смысл Сниматься С регистрации Ведь место жительства Оно же налоговая Трисля ФЛП Все равно Отражено В их игре Вопрос очень тяжелый Вы не поняли Считай Ооо Какой у тебя Зато я на ссоц Ждун Ты у тебя Как у Ждуна уже Да Дай потереблю Твоего Ждуна Репостим Видео Репостим Согласен Обязательно Репостим Пацаны Денис Рыбаченко Мы готовы кинуть Предявол Что-то Деньги не доходят Там нету На счетчик поставить Согласны Позов сутки Девятка не хватает 1349 После четверки Вместо 9 Вадим Вот то что я так написал Здрасте Блядь Не 9 9 Пацаны Занервничали Бабки Не получать Нам скинули На пиво И так Короче Бабки Не доходят Стираем Он еще Типа Закил 150 И надо еще Из-за Значник 25 Получается Вот А тут Карточки Неправильно Сумма Это кидок Стираем Я не понял Я сейчас стану Ладно Это шутка Там все нормально Денис Там Если можно Подправить Еще Закинуть Пацанам На бухло Значит Проверочный Закидок Заслать бабла Подогреть Соточки Эфирчик Стримчик Соточки Подогреть Чисто На бухло Не для себя Пацанов Наши компании Мокс Лося Дают За деньги За донаты Щелбаната Трусы Понюхать Шокером Шокером Масла Это Проверочный Выдаешь Лукс есть 30 тысячи рублей Лукс есть С удовольствием Артем У меня аж Лифоузлы Воспалились Хватит Смеяться Ой Мрак Да Там где В конце Вот это 344 72 32 То должно Быть 349 72 32 Пацаны Подкрепите Соточкой Не Бесуть Не для себя Прошу Для пацанов Для компании Нашей С употреблением Прекрасных Спиртных Напитков В присутствии Благосостоятельных Господ И дам Которые появятся Завтра В 6 часов Утро 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 И так 4731 Это важная информация В 6 часов Утро Это важно Знать Потому что Ибо С этой Датой Времени Мы начнем Употреблять Кофеек Завтра Суббота Мы завтра Работаем И мы В воскресенье Всегда Работаем Ему Выпить Охота Да Мы всегда Работаем В этой Стране В этой Ситуации В этом Мраке Нельзя Просто Не работать Вы этого Не представляете Смысл Вот вы Сидите Без лица No face Man Half face Man Вот И поэтому Артем Два Следующий вопрос Это тяжелый Шерегеда Прекрасный Джанин Микоил Шерегеда Якщо при здействовании Петприемницкой Деяльности Выкористую Засобы Прац Які Які Власністю Петприемства И при В отсутності Приписки Рухомого Нерухомого Майначе Незможуть Вони Конфискувати Засоби Прац В моем Випадке Обладнання У Ведклівниці У ЗД Инструмент И так Далее Один лайк Кто-то поставил Я тоже лайк поставлю Михаил Отвечай На вопрос Подписываешь Сан Саныч Договор Про Юридический Аудит Документ И все Всех Кто приходит Говоришь Я ничего Не знаю Вот телефон Адвоката Все Это будет Подписывать Договор Про Надание Правой Допомоги Незворотной Допомоги Финансовой Да Денис Нервничает Бля Такому я Переслал Бобос Это нам Мы шутим Денис Все нормально Ну там номер Карточки Еще раз Закинь Все что не отправляется Оно все поступает К нам Не переживай Все спасибо Все нормально Так Что теперь Дальше Сложно Надо найти Простое решение С ФОП Решение есть Но не может Не есть Согласен Дальше Игорь Мельник Пытание Як ФОП Може Снятися С реестрацией Неден Будь прописан А як же ж тоді В податкові Де мають бути Відображені Усі зміни Там у них І штрафи є Проясніть Ігор відповідь Отвечаю Плевать На то Что там Где-то написано В каком-то законодательстве Если речь идет О том Что Сохранить Вашу задницу Ваше имущество То лучше всего Это сделать Так как Вот Было и указано В видео Это просто совет Это просто мнение Одного человека Это просто Возможные варианты Каким образом Учитывая Те пробелы В существующем Законодательстве Оставить В своей собственности Хоть те кроки Которые вам Принадлежат Юзайте биткоин Да Денис Готовы Скинуть Номерок Кошелька Поэтому Поэтому Джентльмены Поэтому Плевать на законодательство Нам подсказывает Александр Конечно Абсолютно верно Вот Поэтому Так Мнение Возможно Да Может Расскажите В следующих видео Об оплатах На карту Насколько Это законно Так платить Получать деньги Если вы фоб Есть ли ответственность Спасибо Отвечаю Евгений Соломинцев Сломинцев Сломинцев Евгений Сломинцев Или Сломинцев Я не знаю Вы спрашиваете О законности Вашей деятельности С использованием Платежных Карточных Систем Нигде Проблема Не готовность Протестоят Систем Мы Выгадываем Соби Проблемы Согласен Да Дальше Гальчанская Наталья Александр Подскажите Как правильно Поступить В ситуации Если я работаю В отделе Сама А два раза В неделю На мои выходные Работает Наемный Работник Оформлять Обсудно Не оформлять Закон Подлости Никто Не отменял Итуация Распространенная Ситуация Наверное Посоветуйте Что-то Разумное Можно В личку Я вам Посоветую Ставьте Пожалуйста Пробелы И знаки Приопинания Пацаны Советуют Все так Правильно Потому что Так пацаны Сказали Джей Молчаливый Боб Наносит Ответный Чувак Ты затривай Включи Включи Звук Давай Сейчас Вы Посмотрите Ребята Это Фильм Нашей Молодости Который Разрезан На Цитаты На Кусочки И Все Знают Эти Кусочки Кому 30 Лет И Больше Вот К примеру Подрастающий Губернатор Будущий Он Был Против Херобойца Херобойца Наносят Ответный Удар Прекрасный Фильм Шедевр Так Давай дальше Следующий вопрос Люди Переживают Беспокоятся Спасибо Хорошая информация Пожалуйста Иван Чахлай Период Испытания На работников Распространяется Законодательство О труде Это значит Что работодатель Обязан Оплатить Минималку Даже За Испытательный Срок И налоги Тоже Где логика В договоре С испытательным Сроком Можно я отвечу Давай Я знаю Твою Да Оглянитесь По сторонам Вы не увидите Логики Того Что происходит В Украине Твоими словами Прочитал Просто Но ты уже Ему ответил А я Криминальное чтиво Да Саша Это тоже Отдельный Развор Александр Середа Кстати Спросили Тарантино Почему Вы не сняли Фильм Лучше Чем Криминальное Чтиво И он Ответил Что Никто Не снял Да Не только Он Александр Середа Надо его Еще раз Пересмотреть Испытательный Срок Сейчас Полтора Месяца А не Три И надо Оформлять Договор На этот Срок Потом Если Берешь Работника С центра Занятости То Они Могут Первое Время Сами Платить ЕСВ Компенсировать Типа ФОП У меня Встречный Вопрос Зачем Заморачиваться Этим Вопросом Зачем С государством Иметь Дело Ходить Центр Занятости Тратить Время Задача Деньги Зарабатывать А не Бегать По центрам Занятости И Оформлять Не Оформлять Брать За кого-то Нести Ответственность За кого-то Без денег Ведь Все Кто Ходят В Центр Занятости Стоят На этих Учетах Они Приходят К работодателю Приходят И говорят Поставь Чтобы Не Подходим Мы Пошли Дальше Они Не Хотят Работать Люди Сидят На Этой Социал И Молодежи И Всех Остальных Чему ФОП Это Найкраши Вариант Чем Можно Оформить Юр Лиц Одно Двух Людей Смотрите Видео Йомае Можно Все Розкрито Почему Лучше Чем Сто раз Сопли Розжоване На моем Канале Миша Информація Да Вам Лучше Братик Посмотреть Еще раз Спросить Гальчинская Наталя А при Оформленні Працівника По Цивільно-правій Угоді Надається Информація Податкова И Чи Сплачується При цьому Пенсийный Податок Щомісяця Кстати Светины Клиєнты Тоже Несколько Человек Оформили На Цивільно-правовововововововоду Угу У мене Сестрав Банку Працює Оформатив Тут Тоже Цивільно-правововововов Там Не Оформляє Сначала Да Ну Наталя Уже Переходить Ей Нужна Консультация Хорошого Бухгалтора Шо За Наталю? Ну Несклик раз Спрашиваю Чи Сплачується При цьому Пенсийный Податок А также 1,5% АТО и так далее. Юрий Павловский. Как оформить продавца по гражданскому договору? На гражданск правовому пропустили слово. И второе. Как на испытательный срок? Так. Искун. Не, ну, то есть вопросы засчитываем, но не факт, что будем отвечать. Вы просто формулируете так. Вы же кому задаете? Вы задаете адвокату. Для него формулируете. Ни для бухгалтера, ни для... Ну, я уникальный адвокат. Я разбираюсь во всем. Я же эксперт во всем. Жарю все идеи. Как ты семечки вот тут сделал? Там же эксперт по прожаркам. Жарю идеи. Я эксперт во всех вопросах. С техником разговариваю на его языке. За плати податки. И спец покину. За бухгалтерские послуги. Так. За аудит бухгалтерский. Не юридический аудит, я тебя знаю. Я сделаю бухгалтерский. Мы все сделаем. Лена, Лена. Так. Образец, ну, Лена имя и Лена фамилия. Уже скинули. Образец договора можно? Да, всем все скинули. Пробел знак вопроса. Интересно. С администрацией президента звонили и говорили, Сан Саныч, скиньте нам. Потом мы в конвертиках устали получать деньги. Скиньте так, чтобы мы подписали цивильные права угода, акт выкладных послуг, наданных послуг. Александр Цупри. Договор подряд регулируется цивильным, регулируется цивильным кодексом. Тому склад... Ну, это так написано. Я... Граматический смысл наполнения текст сохранен. Сохранен. Тому складайте договор на певный термин. Да. Додается конкретный наряд за договором с прописанными сумами, а через месяц по акту прийому-передачи розрахунок на виконанную суму. Если раптом до вас заветали, если нет, все по-новому. Жить по-новому. Все принято. Схема ухода от дурных штрафов 320 тысяч за неоформленную. Да. Ждем все из него парадокс. Парадокс. Гопники в погонах. Читаем. Меня привлекли к админу ответственности. Я уплатил штраф в срок. После пришла повестка в суд. Прописали еще штраф. И судебные сдержки. На 9.00 я был 35-й в очереди. Так со мной поступили копы. В следующий раз дам взятку и все. Да. Или пяткой в нос. Вот и система. Есть более детальная предыстория ночных событий, предшествовавших этому вандализму. Ну то, что гвоздем по дверях. Что там за ситуация, кстати? Не, ничего. А кто царапал? Менты. Да? Полицейские. А чего? Гонялись. Расскажу ситуацию. Товарищ забирал людей из своих друзей. Есть город Смела в Черкасской области. Это районный центр. И есть станция Шевченко. Узел развязка железнодорожная. Крупная железнодорожная развязка. И он оттуда забирал своих друзей. И в один из дней снежных. Вот это когда холодно сейчас. И он забирал их. Возвращался в Черкассы. И ночью это было где-то часа три ночи. На перекрестке в городе на центральной улице. Он на машине прекрасной. Он решил дрифтануть. Как он говорил. Он сказал. Я решил дрифтануть. Я их засмеялся. Говорю, дрифтанул. Он дрифтанул на перекрестке. А как раз там здание не видно. И из этого здания как раз ехала навстречу с мигалками полицейские. Они увидели, как тип дрифтанул. Они за ним раз на перекрестке. И давай текать. Он от них скрылся. Потому что электромобиль и дизелечек это разные вещи. Кто понимает. Поэтому он дворами скрылся. Никто его не нашел. Выезжает на одну из ключевых дорог. Бросает машину. Они все выбегают. И так пробежали метров пятьдесят. Остановились возле подъезда одного. Стали возле этого подъезда. Смотрят. Подъезжают эти копы. Тоже с мигалками. Раз копы выбегают. И тоже бегут. Якобы в их сторону. Говорят. Кто вы такие? Мы просто стоим и гуляем. Машина ваша? Нет. Видели кто добежал? Нет. Не видели. Никого. И копы стояли с трех утра до девяти утра. Они за все это время выжидали. Надеялись кто придет. Они пошли в подъезд. И в подъезде тоже гуляли. Смотрели что там. Чем занимаются копы. Потом пацаны уже собственники автомобиля. Что ты там? Потом пацаны уже устали смотреть. Захотели спать. И пошли по домам спать. А мне звонят его люди. И говорят. Сан Саныч что-то там произошло. Надо пойти посмотреть. Мы с Вадимчиком идем. Смотрим. И мне тоже. Да, да, да. И мы идем. Пришли. Левая сторона колес. То есть переднее левое и заднее левое колесо. Было полностью спущено. Золотники были выкручены. Конечно же это сделали полицейские. Сомнений в этом нет. Потом поцарапали стекла. Видеоролик посмотрите на моем канале. Александр Бадашко в ютубе. Там он есть. Присутствует. Поцарапали стекла. И потом мы просто не засняли, а дальше выключили камеру. Дальше начали проходить, просматривать. И оторвали с правой стороны передний бампер. Кусочек. Так его выдернули там допустим на 2 на 3 этих клипсы. Тоже болтался. Поэтому. Вот к сожалению. Таким вот образом у нас сегодня полиция. Как я говорю. Понабирали по объявлению. Люди которые не знают. Что такое право собственности. Которое должно быть священно. И нельзя его трогать, нарушать чужую собственность. Вообще не прикасаться и не дышать в сторону. Не ограничивая свободу. Они тем самым посягнулись и вот испортили ему имущество. А в полицию кто пошли? Кондуктора. Сотрудники Макдональдсов. Кто там еще? Всякие бездельники, автомойщики и так далее. Да, есть ребята которые закончили там университеты. Получили какие-то знания хоть юридические малейшие. Вот с теми еще можно работать. Там на одно наше мероприятие выехали ребята и действительно грамотные. Мы им говорим, что зачем ты это делаешь. Это он с нами соглашается. И не нарушает закон. Не нарушает право собственника. Он все просто фиксирует, документирует и не лезет. Потому что если бы допустим к примеру не было бы нас. Были бы к примеру также и другие полицейские. То ситуация бы заканчивалась в райотделах. Разборками и так далее. И тут еще один такой момент. Фактор как сами в среде самих полицейских. Полицейские говорят. Что порядка 95% дебилоиды. Дебилоиды набранные реально по объявлению. Это касается как и женского пола, как и мужского. Вот вам и вся национальная полиция. Состав национальной полиции. Правда я так и не понял. К какому из процентов он себя причисляет. К 95% или к оставшимся 5% умных людей. Поэтому набравшиеся молодчики, вот эти, как Янукович говорил, да. Эти молодчики ходят, люстрируют моего внука и все остальное. К сожалению, они сегодня находятся на наших улицах, наших дорогах. И якобы должны заботиться о нашей безопасности. Давай дальше. Автоевросилу, тогда уже все. Хорошо. Автоевросилу чуть-чуть макнем. Ну, макай. Ты мне скажи, их не основной принцип. Я сразу социалиста определяю. Артемчик, давай. Что там? У них есть два требования. Первое. Требуем привести растамаживание автомобилей к европейским нормам. Соседи Польша, Литва. Второе требование. Законопроект 5567. Требуем равных прав для украинцев и иностранцев для использования автомобилей иностранной регистрации и личного пользования при временном ввозе на один код. И сразу куча ограничений в самом втором послании. Ну и в первом тоже. Так. Ведь можно же сделать лучше, зачем, как. Да. Бедных стран повторять. Нашли. Кто они такие? Они понабирали. Понимаешь? Вот эти все, кто в этих общественных организациях лезут, там Автомайданы, Автоевросила, Артем. Другие организации там. Это социалисты страшнейшей воды. Когда они дорвутся до власти, вот, пожалуйста, они все были на Майдане, все общественные организации, они дорвались до власти. В течение года. Да. А дальше? Все. Остановилось. Мрак. Государственные институции уничтожаются. Все умирает. Судопроизводство тоже. Беспредел правоохранительной системы в том числе. Тоже все увеличивается, и они все контролируют, и они все знают, как это делать. Сан Саныч. То он ни разу, он не пошел, ни разу заявления не написал, никому письмо бабушке не писал всю жизнь, он тебя будет учить. Сан Саныч, таким образом снимаем первичную социальную напряженность. А какая она первичная социальная? В чем? Ну, ее снимают. А, ее снимают. А, а, то есть они приходят и снимают? Да. Наша идеальная картина. Второе. Давай. Проездной. Определяем размер годичного проездного для автомобилистов. И уже залет. Да, годичный. Только начал читать, и уже залет. А что вы? Который использует автомобили на европейской регистрации для поддержания государственного бюджета Украины на переходном этапе до принятия европейского уровня ставок и растамаживания автомобилей. И пятидесятники вот этим увлекаются. Уже залет. Уже говорят чуваки, что нужно платы, налоги, все поднимать, как в Европе. А еще поставьте нас на поток и будет все нормально. Так они это не будут делать партию. Автоевросила партия. И вот это они сделают, и все. И смысла партии не будет. Европейская растаможка. Устанавливаем в европейские уровни ставок растамаживание автомобилей в Украине для автомобилей старше пяти лет в том числе. Это писец. Ну и дальше уже нет смысла ничего читать. Кому надо что-то объяснять? Я надеюсь, что не надо. Социалист страшнейшей воды. В чем проблема? Я, конечно, если бы мне кто-то объяснил, почему ими увлекаются люди, в том числе даже пятидесятники, которые должны быть уже просвещенные в вопросах либернариаза. Да, уже дзен должны познать. Анкап. Да. Анком. Анком. Инцест. Инцест. Потом этот. И так далее. Стропон. Стропон. Ретро. Да. Да, да, да. Что счел? Не, ну вот просили объяснить, как вы к ним относитесь. Так что тут объяснять? Люди, вы просто зайдите и почитайте ихнюю программу. Там я даже зашел на Верховной Раде, они тоже это, просят, петицию создали. Вот эти петиции придумывают, вот это обращение, их никто не читает. Петиции для Пети. Петя петиции, он не читает петиции, он смотрит и изучает тщательно состав шиповада. Нет, там есть люди проколосовавшие, поддержавшие. Наверное, тоже никто ничего не читал, будто бы ничего не понимал. Как у нас в доме? Да. Это капец. Я, конечно, да, ужасаюсь. Ты, конечно, очень. Я очень ужасаюсь от того, что люди надеются, что за них кто-то что-то сделает, какую-то работу. Сами причем не хотят этого делать, сидят на своих диванах, разложились и смотрят турецкие сериалы. Турецкие в том числе. В том числе. И российские тоже смотрят. О, это вообще мрак. Да, если смотреть, да даже и отечественные сериалы, я вот не могу. Все, что отечественное, ну не могу я. Ни российское, ни украинского производства. Поддержку витчизненного товара виробника. Исключено, ребята, исключено. Тяжело. Нужно все поддерживать. Дебилоиды. Да, своего виробника поддерживать. Подтужно, да? Ты же тоже вырубляешь. На форсе и радуйся, да? На чем? На форсе. Засфорса. А ты после у нас заседания будни тогда. А я решил вдруг осуществить большое путешествие. Надо думать, что делать. Понимаешь? И почему оно у нас не записано там? Да? Седьмой. А седьмой все равно? Ну да. А я? Да? А что стал вниманием? Нема. Ну, значит, так и сделаем. Рыбальчинка, что с него упомянули в своих комментариях. Нажимаю и не открывается. Ну, нет, открылось. Что там? Это я уже все читал. Да, вот тоже попробую. За старое, да? Не платите. А, 5-10, да? При 5-10, да? Не будем платить, конечно. Кто будет платить при 5-10 на лох? О, Господи. Напишите, пожалуйста. Ладно, подъем потом. Да, Артем, это, конечно, не просто так. Че уж тут, да? Да. Да. Сан Саныч, все будет в порядке. Ты только не волнуйся. Кто так сказал? Вот так Сан Саныч сказал. Да. Вы не волнуйтесь, все будет прекрасно. Так, уже пишут, в личку закидывают. Добрый день. Я приватный предприниматель с другой группой. У меня работают 3 работники. Чи есть какие-то способи, чтобы их не оформлять? Наперед, спасибо. Чи есть какие-то способи, чтобы их задовольнить? Есть. Удовлетворяйтесь всех своих сотрудников. Платите им деньги и все. И вопросы не задавайте в эфире. Конечно, есть. Все есть. Другой группы, третьей, першей. Такая разница. Вы предприниматель. Закрывайте предпринимателя. Разгоняйте всех в плане того оформления и не платите. Есть. Вот что ты опять. Другая группа, третьей. Да. Чи есть какие-то способы, чтобы их не оформлять? Есть. Наперед, дякую. Все. Ответил, даже не написав. Вот скоро такое должно быть общение. Александр Шматко. Супер. Денис Ребальченко. Кстати, раздавал мануал о том, как юзать биткоин. Бесплатно. Да. Да. Шматко. Криминальное чтиво. Да. Шматко. Все вопросы решаются просто. Согласен. Быдло в погонах. Артём Колесников. Смотрит трансляцию вместе с вами. Спасибо. Так. Кому кидать бабус? Я сначала прослушал. Это не ваша карта. На поддержку проекта хотел перевести. Так, закинул, да, Денис? Ну, закинул. Все закинул. Все прекрасно. Пацана набухло. Вопросики задавайте. Что-то вы, ну, поздно мы объединили. Да, мальчончик? Поработали. Ну, простите, извините. Ну, что-то я не вижу комментариев. Они как-то, ну, не так тщательно, не пишут. Вон, 18-19 человек сидят. Поэтому не все, не все поспешают. Да? Не, ну, 67 комментариев, Сан Саныч. 10 репостов, но комментариев 67. Надо же почитать. Что-то открой. Давай, сейчас ваши комментарии по сегодняшним видео. Мы зачитываем и расход по мостям. Нажми, Александр. Ребятки, время поздно, мы задерживаемся почему-то. Закроются. Ты через Местенджер не читаешь, да, сообщения? А то мне это окошко раздражает. Маленькое такое, не видно там ничего. Картинки, если смотреть, тоже не видно. Так, прямой эфир, но нам нужны вопросы. Смотри, лайк не поставил. Расстрелять. Так. А чего так мало комментариев? Ну, ты дашь там, нету, но. Это система, оно же следит. Можно, Артемчик, давать доску в сторону и там почитай комментарий. На этом, на Вадимином. Оно будет читать, как песня. Ты же бунту этот, понимаешь, ноутбук, надо ее выкинуть с этого окна. Ну, прогрузится, но работает потом. Не, не будет смотреть, не будет показываться. Да, по-моему, было в прошлый раз, надо было. Ошибка все. Подождать надо было. Вот, смотри, видишь, пошло, 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 пошло. То видео нам не важно, нам же важно осуществить. Во, приоткрыл. Партию мы, кстати, открыли 012. Посоединять. А попасть за стол сколько стоит? Ну, мы, кстати, это не указали прайс на эту сло. Для Валентины? Бесплатно, Валентина. Да, потому что мы с вами знакомы. Все нормально, Артемчик. Да. Так, давай дальше. Какая красава, все добре. Смотрите. Там написано. Хорошо. Хорошо, аватарку уже на стены вешаете за десятку. Повесим. Ясно. Чтобы стоял в каждой хате. Почему флаг наоборот? Потому что флаг не наоборот. Мы создали новую партию 012. Шленский взнос 1000 гривен. Ступайте, присоединяйтесь. Так, до речи, было бы добре почути вашу думку на рахунок Белоцерковской. О горячки. Я мысль сказал вам, ребята, Артемчик, еще раз повторю. Видео посмотрите за тринадцатый год, когда она в Луганске и в Донецке плодотворно рассказывала о том, что необходимо объединяться в территориальные громады и как лучше всего это делать, децентрализацию и так далее. Результат налицо. Простейший вывод из деятельности. Там далеко даже ходить не надо. Тоже ОСББ, которая маленькая такая, как бы громада, делается вообще. Хрен знает что, хрен знает как, никому ничего не надо. Когда Артема уже тортик взял. Да. Торт взял с чем тортик? С орехами, с изюмом, с курагой. Курагой был. С бананами, апельсины и киви были. С ветром, витамином. Не показалось. Грибочки были. Тромадол. Тромадол. Кокаин. Бензокаин. Бензокаин. Нафтизин. Септифрил. Флексатит. Ацетон. 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 Азот. Аммиак. И так далее. Давай дальше. Артем уже тортик взял. Где находится офис? Мы назвали Александр. Эти типы сделали ученые. Водород металлический наконец-то произвели. Да ты шо? Да. И шо теперь? Взлетать? Я ночью проснулся с чувством, что мне хочется потрогать металлический водород. Не дай бог. Раз и сразу металл. Куда его девать? К нам выкидывать что ли? Или водород металлический, который тебе захотелось потрогать? Блин. Ну ночью, вот среди ночи под одеялом. Ахахахаха. Ахахахахах. Вот да я, да? Нортьев, а боец. Вот это да. Ахахахах. Ну в атмосфере. При этом давлении при этой температуре. Которую ты создал ночью под одеялом. трогать теплый водород где находится офис откуда вы вещаете хочу заехать в гости иван обязательно дальше александр смотрите выше кстати может настройках камеры можно убрать отзеркаливание надо посмотреть если на фронтальную занимаешь собирайте всей компании езжайте за границу что в этом ерунду занимаетесь согласен вот это вот совет на миллион совет на мы признали ну как спонсор признаем все мы не можем отрицать все что нам мы можем только поддерживать тогда можно с помощью громад организовать отдельное громадское государство ну мы ответили денис рыбальченко как минимум из-за людей нельзя самих людей уже где найти этот маленький процент активистов которые совершат а там ну то есть 5 процентов могут управлять всем обществом остальными и 95 процентами но для громады нужно чтобы не пять процентов а больше было пришел шериф и сказал делаем так все сказали да но шерифов нынче нет даром и три грешку здравствуйте джентльмены снимаю шляпу но главное чтобы шляпа была в чистоте денис рыбальченко место партии создать грамоты и прописать свои законы отменить остальное да ну не получится суда не получится это денис рыбальченко сегодня все что он не говорит все получится мы сделаем даже бюджет не могут принять да это как бы шкурный вопрос но хотя все смотрите сегодня пример денис рыбальченко рыбальченко находится за границу он является иностранным инвестором он сегодня вы куда инвестировал мартию 01.2 он инвестировал в экономику пассивно государства 10 долларов святой святой то время как те вымывают да и в офшоры и люди люди рады 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 нормально человек инвестировал вот это уровень давай дальше ты песня артём приятного аппетита спасибо нацарапать на айфоне денис рыбальченко нацарапаем безумного за штуку баксов я нацарапаю как за у нас это до солнца ночь да 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 так называются так они никогда не к вот это да приятного аппетита по зима как зовут вашего третьего кренделя же было так ответь на вопрос вадим вадим прекрасный джентльмен вадим юрьевич да юрьевич валерьяныч не бульбулятор чем один молодший партнер адвокатского бюро буро а такой же директор декильку предприятий до ряда о да так что дальше насчет прозора будет интересно тоже послушать как-нибудь но я насчет прозорой информации не забирал но мне особо просто интересно не было да и никто не просил до этого автосила там только только зашел и все и и вышел и вышел напоминаю артём вы металлический водород когда дадите информацию по ведению дел в кафе ты обижал наверно спросили сан саныча за сан санычу я передам она обещал получается почему-то я когда дадите информацию по мне не делал анна саркисян напишите пожалуйста в личку я не успеваю разгребать почту и всех удовлетворять но вы постоянно меня теребите теребите я дойду как да да подправить да напишите и карточку боится ошибиться написали а то время трамп снижает налоги для бизнеса если вот там что-то с малыми предприятиями не узнал только регуляцию и регуляции питания на саркисян и упрощает разрешительную систему в одном месте и увеличивает урегулирует другом не так чиновником стал это все это как отрезано очень надо иметь большую силу воли чтобы наоборот сделать де регуляцию убрать на слою ходить входить в историю даже местному на местном уровне войти в историю и все чушь тут бояться так на кому кидать бабос я начала прослушал это не ваша карта на поддержку проекта хотел перевести долой маги денис рыбаченко у нас вообще все получает все лайки все овации все признания года все номинации лучшим вертом колесников не закинул бабло и на его вопрос на фига в черкагу машина отвечать не будем так даже нас только одна надежда на 5 10 а у нас на 0 1 2 а есть разве надежда в 5 10 на надежда маргарита есть комплекс надежды нету 5 10 поэтому не будет это мой клубка литенко вадима юрьевича нашего кстати пацана джентльмена оплачено со счетов приватбанке сумма 100 гривен кто-то получил прекрасный ловить и порога вот мне нравится проба ловите то есть да спасибо здесь это этот такой фаербол который знаешь такой да прожжет путь не есть вот такие пути он напрямую кинул и в прямой туннель ловите пацаны для следующих файл это обязательно он готовит почву так стесняюсь спросить с чем был торт мы уже озвучили дальше светланочка спасибо настроение привет артур привет артур привет артур ты где и почему тебе это просто так на пиво не нужно рекламировать а честно лайк ставь все равно полюбасу да еще раз наступить а спонсор нашего эфира бизон амазон бизон амазон лучшие цены и лучший товар